дорогие друзья всем привет из финляндии мне здесь пришлось ловить мой реквизит чтобы он поздоровался люча поздоровайся скажи здравствуйте дорогие друзья мы приветствуем вас из финляндии молодец иди гуляй дорогие друзья у меня есть несколько видео в которых я упоминаю об интеграции иностранцев в финляндии и может сложиться впечатление что интеграция здесь проходит из рук вон плохо это не так поэтому я расскажу вам подробнее когда я приехала сюда в 80-х годах из бывшего ссср нас здесь было всего жители всего из ссср менее двух тысяч душ а появление негра на улицах финляндии вызывало примерно такой же ажиотаж как где-нибудь в колхозе заветы ильича в девяносто втором году появились первые беженцы сомалийцы затем открылась программа переезда этнических финнов ингермаладцев финляндии и сразу вдруг в финляндии появились десятки тысяч иностранцев и по всей видимости финляндия не была готова к такому быстрому наплыву иностранцев до этого были приняты беженцы из чили когда там случился переворот и ольендовцы уехали в разные страны эти чилийские беженцы они все были из более высокого среднего класса и когда в чили ситуация стабилизировались практически все они вернулись на родину остались некоторые их дети которые возможно уже родились финляндии и для них это страна родная также где-то в семьдесятые наверное годы сюда приехали по квоте беженцы из вьетнама и о чилийцах говорят только хорошее о вьетнамцах тоже ничего плохого не слышно когда приехали сомалийцы то начало здесь происходить первое что не запомнилось происшествие в новостях была изнасилована женщина ехавшая на инвалидной коляске ее вывернули из коляски и изнасиловали конечно все обыватели ахнули но на финское преступление это явно не похоже и действительно это был первый звоночек сомалийцы сомалийцы начали гулять просто по буфету будучи уверенными что их никуда не вышлют и здесь был такой сомалийцы у которого был там список его всяких преступлений и приводов не на одну страницу и совершенно было непонятно что с ним делать и наконец финляндия приняла решение и выслала его в сомали это был как гроб среди ясного неба и наверное здесь сомалийское сообщество тоже призадумалась хотя несколько лет назад опять здесь подростки там насколько я понимаю это были арабы и какие-то негры они в хельсинки грабили своих финских сверстников снимали там телефоны одежду какую-то фирменную и все такое прочее ну как-то их тоже всех собрали и усадили по поводу наших русских я слышала что когда-то в 90-е они там что-то пытались устраивать какие-то рэкет среди соотечественников но потом тоже как-то о них не стало слышно что-то там они конечно с наркотиками бодяжили и потихоньку без лишнего шума отправляли домой я помню тоже был такой шумный случай когда в россию отправили одного гражданина который в россии вообще ни одного дня не жил он жил в эстонии гражданство у него было русское российское и его отправили в россию и здесь конечно тоже правозащитники подняли большой большой шум как у нас здесь устроилась второе поколение у нас была такая красавица министр культуры мария гузенина ее мать была русская из ленинграда мария стала депутатом парламента а затем министром культуры ее карьера удалась зато ее мать несмотря на идеальный английский она закончила университет филологическое отделение по английскому языку и сербскому языку она не смогла устроиться на приличную работу также и многие прибывшие тогда из россии они не смогли устроиться на более-менее сносную работу затем когда после перестройки россия открылась для торговли то началась торговля с россией и через финляндию хлынули потоки различных транзитных грузов и многие из наших русскоговорящих сделали хорошие деньги на этом была организована целая отрасль транзитных перевозок со всего мира там же работали очень многие русскоговорящие и первое поколение и второе поколение в моем кругу обычно дети от иностранных матерей и финских отцов и их практически не отличить от местного населения они здесь разделись у них финские фамилии финские имена и поэтому у них практически нет проблем с трудоустройством у нас многие получили высшее образование у нас здесь без пяти минут доктор наук мы осенью будем отмечать получение pdf дочерью моей подруги мои поздравления она ученая работает в университете и мы за нее очень горды также в нашем кругу есть и пилоты гражданской авиации и работающие в различных больших фирмах в общем то в моем круге я не вижу никаких проблем также я встречала детей второго поколения ингермаланцев и они тоже устроены но некоторым пришлось менять фамилии на финские потому что именно на финский потому что так больше шанс попасть на собеседование у меня у самой одна знакомая она была халиной а стала каролиной надеюсь что теперь жизнь станет королевской так вот финляндии во время пандемии ковида в три раза выросло количество организаций заявляющих о нехватке рабочих рук и число трудовых видов на жительство выданных миграционной службой финляндии в 2021 году побило рекорды всех предыдущих лет несмотря на это финские компании не всегда охотно принимают на работу иностранных сотрудников и по данным кадрового агентства барона 40 процентов финских работодателей не могут или не хотят нанимать иностранных работников называя одной из главных причин языковой барьер на самом деле даже если вы хорошо владеете финским но у вас русская фамилия ваше заявление может сразу пойти в корзину для мусора исследователи из университета хельсинки ахлак ахмат изучает ситуации с трудоустройством мигрантов финляндии более 20 лет и его личный опыт мало чем отличается от опыта трудоустройства любого другого мигранта ахлака всегда интересуют вопросы связанные с дискриминацией и социально экономическим неравенством дискриминация мигрантов на рынке труда это лишь одна из форм дискриминации в современном обществе последнее исследование показало что финские работодатели склонны брать на работу этнических финнов даже если кандидаты на вакантную должность с другим этническим бэкграундом лучше подходят для такой работы для того чтобы доказать это ахлак разослал тысячу заявлений о найме на работу на тысячу вакантных мест в адрес каждого работодателя было отправлено по пять заявлений от соискателей финнов а также от потенциальных работников с английскими русскими иракскими и сомалийскими именами в анкетах пяти заявителей разного этнического происхождения было указано что они выросли в финляндии то есть они иммигранты во втором поколении они идентичны по образованию по возрасту предыдущему опыту работы знанию языков месту жительства и так далее но все это не помешало работодателям дискриминировать соискателей не финского происхождения на тысячи отправленных заявок финские соискатели получили 390 приглашений на собеседование английские кандидаты 269 русские 228 иракцы 134 и сомалийцы 99 чем более отличные кандидаты иммигранты от основной группы по цвету к коже культуре и религии тем менее благоприятное отношение к ним со стороны работодателей скорее всего будет резюмирует ахмат ахлак ахмат также уверен что такая ситуация на рынке труда лишь верхушка айсберга дискриминации который отражает отношением к мигрантам финском обществе этническая дискриминация отражаясь на рынке труда имеет долгосрочные негативные последствия не только для самих мигрантов но и для всего общества ограниченные возможности трудоустройства заставляют людей замыкаться в общении внутри своей этнической или языковой группы в дальнейшем это приводит формирование этнически доминируемых семей с пониженным социально-экономическим статусом примером тому могут служить так называемые этнические кварталы или даже целые поселения в европейских странах где живут представители преимущественно одних этнических групп слабо интегрирующиеся в общество и плохо представленные на рынке труда на эту тему у меня есть видео проходите по ссылке от этого может пострадать и экономика такого города и даже всей страны считают ученые финские обыватели по-прежнему относятся с большим предубеждением к панаевшим чтобы не завершать это видео на минорной ноте расскажу вам анекдот сначала была перестройка потом перестрелка потом перекличка нет это это пожалуй не смешно попытка номер два пьяный муж вваливается в квартиру и падает на пороге жена в ярости хватает веник и начинает его лупить ты будешь спить скотина ты будешь пить тот с трудом поднимает голову наливай ну а на этой оптимистической ноте друзья я с вами прощаюсь благодарю за внимание и до новых встреч всем пока